Будем ныне проверять эту информацию и будем чекать на официйное подтверждение або спросту я пропоную просто зараз почат из сии темы с паном Юрием Рашкиным зараз долучается до нашего эфира политический яд из США Юрий приветствую вас здравствуйте привет за вас Юрий спасибо за приглашение всегда рад и славы Украине героем славы спасибо огромное что вы нашли для нас время сегодня ну что же вот такая новость пишет экс-народный депутат политический обозреватель политический деятель публичное лицо о том что по его информации исходя из двух источников Валерия Федоровича Заужного уволили и вот здесь несется просто в телеграм-каналах кто-то подтверждает эту информацию кто-то ее опровергает но самое важное самое главное для журналистской работы нет официальной информации то есть официального подтверждения информации нет мы ждем но вот я хотел бы вас спросить а вот гипотетически если эта информация все же имеет место если она подтвердится как соединенные штаты могут на это отреагировать как вы считаете я думаю что во первых с точки зрения соединенных штатов мы поддерживаем Украину мы поддерживаем народ Украины мы не поддерживаем Зеленского как личность мы не поддерживаем Залужного именно ну надо сказать что Залужный произвел достаточно позитивные впечатления в отличие от Зеленского на которого как будто он демократический политик вылили уже столько грязи республиканцы что его репутация здесь слегка подмочена просто по политическим реалиям а на Залужного как-то ну можно говорить о том что контрнаступление пошло не так успешно как хотелось бы но с другой стороны вроде бы человек спас жизни украинских солдат тем что не бросил их всех на мины то есть есть тут явно о чем поговорить и в чем разобраться вопрос насколько это реальный вопрос что за этим последует кто заменит если действительно будет если действительно Залужного нет то вот по информации которую я буквально сейчас увидел которая вышла несколько дней назад в одном англоязычном блоге возможно Буданина поставит на место Залужного и тогда что и о чем это говорит этом так сказать тут уже должны разбираться больше эксперты в те которые знают этих двух людей но мне кажется что главное чтобы люди Украины чувствовали себя сплоченными что и чувствовали себя едиными и были готовы сражаться за того главнокомандующего который который есть и опять же если Залужного нет на во главе то какую роль тогда этот человек может выполнять чтобы продолжать быть полезным победе Украины он же невероятно популярная личность он должен как минимум ездить по всему миру и собирать деньги для Украины или это человека которого посадят в квартиру и скажут пожалуйста не выходите отсюда никуда потому что я не знаю что я не знаю украинскую политику я просто говоря о том что это Залужный представляет собой невероятный ресурс для для Украины и если ситуация такова что он не возглавляет украинские вооруженные силы то значит он должен продолжать играть свою важную роль в помощи Украине победить каким-то другим образом естественно если возникнет информация что это было по каким-то политическим причинам по личным неприязни кого-то кому-то то это не поможет Украине в ее борьбе за это же все таки демократическое государство если бы это была Россия и кого-то выбросили из окна так это и Россия там так и делают а естественно в стране которая говорит что она хочет быть частью демократического мира следует законам значит закон и порядок должен следовать ему должны следоваться но с другой стороны конечная ответственность здесь на президенте и президент если избиратели недовольны тем что решением любым который принял президент то они могут проголосовать против этого президента на выборах одна проблема в Украине сейчас выборы невозможны и поэтому мне кажется так важная идея которую ну я уже слышал от некоторых людей поэтому мне она понравилась поэтому я продолжаю популяризировать правительство государственного национального единства каким-то образом показать людям что все те кто может быть собой не согласны до конца все за Украину все имеют какую-то роль играть для того чтобы поддержать Украину для того чтобы Украина победила побыстрее и как это и тут всем есть место вы знаете можно критиковать двухпартийную политику Соединенных Штатов сколько угодно но что у нас есть так это большие шатры и вот такой большой шатер действительно мне кажется может сейчас понадобиться потому что когда какого-то человека снимают с позиции влияние то есть люди которые за этого человека которые против этого этого человека нужно чтобы были просто все за Украину и если я вижу что заложный ведет себя очень как у нас говорят классный он он классный он себя ведет классно он себя ведет как человек со стилем и вкусом это это очень круто и мы следим за то что происходит и мы желаем ему только успеха но он является выражением желаний украинцев к победе поэтому теперь эти желания и надежды возможно будут продолжаться быть заложным возможно они будут на новом главнокомандующем но это вопрос для власти я знаете я бы например не решился менять заложного потому что мне кажется люди очень за ним идут люди его ценят люди его уважают но я не политик в Украине мне нести ответственность перед избирателями в какой-то момент за вот такое решение я очень хорошо понимаю чем вы говорите и здесь кстати к вопросу о политической культуре о политических традициях наверное да вот в штатах можно представить я не знаю просто может вы нам расскажете о том как это все происходит там появляется официальная информация о том что вот или там выходит президента не знаю гость секретарь вот мы решили уволить этого человека потому что и вот аргументы или там не за колонка какая-то появляется или там этот же человек пишет меня уволили или там я подал в отставку потому что и вот аргументы причины почему это все произошло или же все происходит так как у нас когда кто-то пишет о том что вот кого-то уволили это ссылается на другого тот на третьего тот на десятого вот непонятно вообще что происходит непонятно как должны себя вести журналисты потому что потом в этом всем будет обвинять только журналистов плохие журналисты которые распространяют какие-то фейки и так далее и тому подобное нет какой-то коммуникации вот это больше всего извините меня просто раздражает поэтому я не могу понять если сняли напишите расскажите почему сняли если нет тут же отреагируйте скажите мы видим что происходит в информ пространстве мы понимаем в каком сейчас положении страна давайте мы не будем этот бред весь разводить вот вышли и сказали конкретно я не понимаю почему этого не происходит расскажите как в штатах также как у нас или по-другому то есть как бы не вините сантехника в том что у вас канализацию прорвало я согласен что журналисты здесь играют техническую роль и должны доносить информацию это то что мы можем сделать и это то что мы делаем нам это нравится и то что нас проклинают знаете вот у нас в штате одно время очень любили проклинать учителей о какие-то люди они все лето вы представляете не работают ужасные люди в общем надо забрать у них пенсионный фонд срочно это можно так сказать политически козлов отпущения можно выбрать кого угодно это интересная тема о том как увольняют соединенных штатах в соединенных штатах больше во первых есть еще нормы поведения почему нам так тяжело с трампом потому что эти нормы не соблюдают но есть нормы например с майклом флином когда он даже не дожил до до своей слушания он подал в отставку потому что ему представили такие серьезные видимо в частном порядке обвинения и говорили что будет только хуже что он как бы уж ушел и после этого просто проклинал всех но уже он не перестал быть той угрозой и майкл флин выступал на разных но он был уже как бы на пенсии кажется когда его трамп номинировал быть своим советником национальной безопасности какое-то время был в этой номинации в америке любят дождаться конца срока потому что узнаете хороший плохой но срок кончается вот тут мне кажется институты стараются пережить какого-то человека плохого хорошего и потом когда у него кончается срок его полномочий он обязан выйти на пенсию то он выходит на пенсию есть генерал бен ходжес который ушел на пенсию раньше чем мне кажется требовалось продолжает находиться в очень хорошей боевой форме я бы сказал и продолжает выступать с критикой всех кого ему не нравится и и сейчас живет в германии но может тем же успехом жить соединенных штатах никакой угрозы ему за это нет и может критиковать и рассказывать то что ему нравится и мы только рассуждаем насколько возможно отражает мнение политиков и военных чиновников на данный момент вот так выгнать человека обычно какой-то скандал происходит чтобы вот так просто взять и сказать мы его увольняем вне срока то должно что-то произойти на личном уровне на профессиональном уровне найти у политиков тут другое как бы на них висит они могут как сенатор в нью-джерси которого обвиняют сейчас в том что он был агентом демократические сенаторы обвиняют том что был агентом и кажется и египта и турции непонятно сколько стран он там собрал золотые слитки но вот он сейчас вроде бы переизбирается пока прокуратура на него ведет дело так что если на чиновника заводит дело это тоже очень плохой сигнал для чиновника но это как-то вот вот так чтобы мы вас просто увольняем я пытаюсь вспомнить такой ситуации это по крайней мере в голову легко такого примера честно говоря не приходит я вот вы знаете финальное по этой теме пойдем далее по американской политике потому что происходит мы то что ну вот мы журналисты мы работаем с информацией вот есть люди да в тылу да но вы могли бы сказать вы знаете у меня нет двух трех подтверждений этих информации от источников которым я доверяю у меня своя репутация я не могу просто выложить и сказать в телеграме пишут телеграме все все пишут я всегда могу доносить какую-то информацию это не защита репутации просто у американских журналистов более высокие стандарты но они тоже могут ошибаться им тоже могут и всех можно развести но у них просто более высокие стандарты того что они считают нужно им иметь для того чтобы о чем-то говорить поэтому так часто мы видим что информация об украине я вначале другие тоже сначала смотрят в англоязычных источниках а потом проверяют на других языках что как-то странновато если подумать об этом мы должны вначале читать по украински потом по английски и на всякий случай сверять с русским языком чтобы понять что там рассказывают да все все очень мудро юрий давайте говорим о том что сейчас штатах происходит потому что я так понимаю что главная новость сегодня это ответные меры зеркальные ответные меры по отношению к ирану байдена призывают ударить отреагировать вот мы видели кстати да отличный пример мы видели заявление в котором сказано примерно следующее мы отреагируем соответствующим образом когда и как решим сами а что это было это был удар по американцам три солдата по моему погибло есть 20 человек которые точно пострадали это из того что я читал вот последнее на границе с сирией да и иордания и вот скажите нам пожалуйста сейчас я так понимаю что это топ новость в штатах то есть все все сфокусировано конкретно на том как администрация будет реагировать теперь как вам сказать с одной стороны это реальная новость в отличие от того что нам пытаются сейчас рассказать про другие кризисы когда есть решение есть проблема а вот порешить проблему не могут и поэтому мы как бы о смотрите иран иран и тут у меня возникает вопрос по поводу того где же это красные линии соединенных штатов которые я себе задавался уже ну как бы какое-то время и я смотрю на действия ирана и понимаю что они тоже видимо ищут пытаются сдаются тем же вопросом где же двойная непереходная красная линия у соединенных штатов что если ему давить их можно затянуть войну что же мы что же мы еще должны сделать для этого ну хорошо будем искать ну ли сюда ткнули туда пытаются вытянуть и очень важно посмотреть как страны реагируют на разного вида кризисы разные не все кризисы конечно одинаковые и невозможно сравнить 11 сентября с 7 октября это это разные кризисы но тем не менее реакция правительства мы видим что есть какая-то красная линия когда на переху пересекается то следует невероятно можно сказать непропорциональной мне бы некоторые бы сказали реакции но вот нажать на эту точку где же кнопка у америки сейчас иран пытается ее найти и интерес в том что байден который с одной стороны так эмпатичен так эмоционален за украину так вложился ну просто ну ну видно что нет у него честь у него какие-то чувства а тут сдерживается что такое как можно сдерживаться по нам же ударили то что же не хочешь третий мировую войну байден команд и а он не хочет он не хочет третьей мировой войны поэтому они говорят о том что мы будем отвечать на это аккуратно осторожно правильно это как можно с этим не соглашаться вы можете хотеть третью мировую войну а вот президент соединенных штатов не хочет и на нас с вами мы с вами журналисты на нас большая ответственности нет мы можем призывать знаете как сейчас по радио призывают водителей грузовиков сша съехаться на южную границу разобраться какая на этих ведущих ответственность за это безрассудное поведение кому помогут грузовики сейчас на границе с мексикой никому но можно об этом говорить это можно заявлять раздувать любую а здесь президент пытается как-то сдержаться но при этом погибли американские военнослужащие это очень это это очень серьезно мы воспринимаем одного военнослужащего мы говорили уже о том что будет другая реакция сша когда погибнет не дай бог американские военнослужащие а тут три погибло дюжины раненых потому что ударил этот дрон по бараку в котором они спали и вопрос в том как этот дрон мог пролететь туда долететь туда значит полиси значит нужно правила проверять все ли там происходило как должно было происходить это будет расследование о поскольку люди погибли это будет очень серьезно и я уверен здесь свою руку покажет республиканский конгресс который попытается из этого сделать на второй блин бенгази это они же они не могут проводить законы они могут только расследовать потому что это означает вызывать неугодных людей перед конгрессом и кричать на них и махать кулачками и рвать на себе рубашку так что сейчас этого я ожидаю это будет последствия если но с другой стороны я думаю что если байден ответит ядерной бомбой то расследование может задержаться поэтому поэтому посмотрим я сомневаюсь что байден ответит ядерной бомбой просто видимо не тот человек вроде бы он как-то видимо возраст играет свою роль и он понимает и помнит как мы боялись ядерного оружия в добрые старые времена которые видимо трамп опять нас хочет вернуть своим магизмом в наше прошлое но байден не хочет третьей мировой войны ответить ирану нужно и как мы с нашей политикой сдерживание которую продолжает верить замечательный генерал бен ходжес что нам нужно быть просто вооруженными до зубов и тогда это испугает всех но вот не боятся они сволочи и что тогда как можно ему дарить так чтобы они испугались опять и вот это сейчас проверку по палате должен провести президент соединенных штатов когда у него тут же стали давить республиканцы которые сказали ну надо показать куськину мать президента они ему все время пытаются в ловушку заманить какую-то а сейчас говорит ну давайте ты что слабак чикин чикин а ну давай покажи ты трус трус ну это вот эта политика юрий если я все правильно понимаю и сейчас уже все стало очевидно но я могу ошибаться вот эти все истории про иммиграционную реформу и помощь украине и прочее прочее это все игры потому что ну когда трамп уже дает указания своим республиканцам коллегам не поддерживать ни в коем случае ни в коем случае я так понимаю что ни в каких ни при каких других обстоятельствах да чтобы не менялась как бы не менялась редакция этого проекта закона на какие бы уступки белый дом не шел что байдену остается сделать выйти и сказать о том что мы готовы на все на все буквально это не важно это не может дать байдену никаких очков продолжайте да вот собственно это окончание моей мысли я хотел сказать о том что чтобы не сделал байден сейчас все равно трамп будет тянуть до тысячу процентов он не даст им тысячу процентов это надо очень важно понимать всем хорошим людям которые почему-то говорят по-русски и продолжают поддерживать и украину и трампа одновременно по-английски такого нет по-русски это возможно трамп не даст никакого соглашения это проблема для республиканских политиков сейчас первую очередь потому что им нужно идти теперь на выбор и сказать да у нас большинство да президент говорит что нам дал все что мы хотим но мы не можем заключить сделку и таким образом теперь республиканцы это партия открытых границ это партия потакания путину это партия потакания китаю это партия потакания хамасу поэтому они могут рассказывать все что они хотят про то как они любят израиль и не любят про пролистинский пропалестинских протестующих в соединенных штатах а с другой стороны когда они не дают деньги израиле это что это антисионизм на государственном уровне поэтому не надо как бы сравнивать протестующих с 15 миллиардами долларов на военные нужды которые в тем дольше это задерживается тем больше вопросов создается у демократов по поводу того сколько оружия нужно израилю для того чтобы победить войне против хамаса и какие какая стоимость этой цены и вот чем дольше это продолжается я вам скажу поддержка израиля начинает растворяться все больше вопросов а республиканцев все равно потому что дональд трамп сказал не трогай нельзя если вы дадите ему какую-то любые очки то вы проиграете на ваших следующих партийных праймерис я встречался был на встрече с нашим местным конгрессменом республиканец очень интересное зрелище он адвокат он адекватный в принципе человек но он республиканец он говорит ну да мне придется поддержать номинанта нашей партии на партийном съезде у нас здесь мелоки с такой печальной физиономии очень очень быстро но придется мне это сделать он боится они все боятся привлекать внимание трампа своим своим заявлением и он когда его спрашивает нашего конгрессмена о том что он думает по поводу этого пакета помощи он говорит я ему говорят вы понимаете вы потакаете путину ягод значит человек который задал вопрос его конгрессмен приветствует как старого человека который давно задает вопросы на встречах и говорит вы будете про иммиграцию я знаю да или вы знаете я начать на нее но это же то что вы делаете с путиным украиной это же вообще кошмар ведь но это и влияет на иммиграцию и на границу и все это нужно принять но посмотрите что вы делаете с путиным вас это устраивает после чего конгрессмен долго обсуждает что он еще не видел все детали того как мы будем закрывать границу то есть его приоритеты понятная когда он сказал мы должны долго говорил про границу это то что важно республиканским избирателям после этого сказал деньги будут не только украине а и также про поговорил про израиль и в общем все остальное то есть это это вот такая партия это такая ситуация конгрессмены они каждые два года избираются они вообще в ужасе потому что у них партийные перевыборы но всегда вот на носу им дышат спину а у сенаторов 6 лет но какой смысл быть политиком при такой партии я не понимаю они просто живут в ужасе от собственных избирателей мы смотрим на то что произошло 6 января когда после мятежа республиканцы опять проголосовали за трампа за то чтобы не сертифицировать выборы какое-то количество там еще было им просто позвонили собственные избиратели и напугали их и их семьи это просто какая-то террористическая там группировка собралась и поэтому сказать что байден может предложить чуть чуть больше и они скажут хорошо мы согласны но это не понимать как работает дональд трамп у него по у него уже напечатаны так сказать готовое все значит трамп должен требовать от байдена чтобы тот закрыл границу и открыл наше федеральное правительство потому что он не даст байдену закрыть границу и он сейчас планирует закрыть наше федеральное правительство то есть трамп просто пытается сломать страну перед своими выборами то что это навредит его собственным политикам которые в ужасе его поддерживают ему опять в обуку потому что единственное что его волнует это трамп украина получит деньги до когда украина получит деньги хорошего получит ли украина получит ли украина деньги я я бы сказал так украина получает и будет получать поддержку и помощь и средства от соединенных штатов пока власти президент байден потому что это президент который всегда будет активно искать способ помочь украине сейчас когда мы видим все то что я в конгрессе есть вариант размораживания российских активов и это движется очень быстро и сам мать джонсон сказал что это было бы поэтично так что если он поставит этот законопроект который должен пройти сенат уже на этой неделе если он проголосует даст поставить этот законопроект в палате представителей то раз украина получает 5 миллиардов долларов российских активов и это готовит нас 24 февраля когда должны встретиться g7 страны и забрать у россии еще 295 миллиардов так что в этом смысле какие 61 миллиард долларов от конгресса мы говорим уже реальные так сказать 300 миллиардов у россии но это я в каком-то смысле вижу 5 миллиардов долларов как более насущную помощь украине в том смысле что это будет сейчас а вот 295 миллиардов долларов там слишком большие суммы чтобы просто взять и передать их простите зеленскому или кому угодно в украине там будет много разговоров о том как бы обезопасить эти деньги и вообще у вас есть ли какой-то механизм чтобы можно было инсентивить сделать как бы россии причину закончить войну чтобы получить часть денег обратно то есть как-то там будут сейчас сейчас прорабатываются различные схемы как лучше всего использовать эти деньги чтобы они так сказать были гарантии для вкладчиков которые будут покупать акции но не просто взять 295 миллиардов и посыпать их над украиной и посмотреть что получится так что это это важная часть а 61 миллиард украине и все деньги на границу и на израиль и на подводные лодки на тайвань это это то чем демократы теперь видимо будут бить республиканцев до выборов если республиканцам это не понравится настолько что они скажут мы как-то очень ну позорно выглядим нужно что-то сделать несмотря на то что дональд трамп будет нами недоволен тут надежда на то что дональд трамп будет вести себя все безумнее 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 и его ядро начинает постепенно как бы нет его ядро будет его ядром но мы видим что у трампа нет надежды на независимых избирателей у него нет надежды на демократов он просто контролирует свою партию и вот нам приходится как демократам с одной стороны радоваться что для нас выглядит все так шикарно на выборах а с другой стороны страдать что до тех пор у нас все эти проблемы остаются нерешенными плюс невероятной ценой украинских жизней юрий вам большое огромное спасибо за этот эфир спасибо что нашли для нас время сегодня спасибо